Субтитры делал DimaTorzok 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 Другой вариант Субтитры делал DimaTorzok 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 Остальные базы будут периферийными Не будем рассматривать обмен данными Между всеми базами Рассмотрим между двумя базами База Вот скажем первая И база вот скажем вторая То есть центр И распределенная база Как происходит обмен? В центральной и удаленной базе Накапливается информация О тех объектах которые в план обмена входят. По сути, план обмена это такая таблица, которая фиксирует несколько состояний записей. Создан какой-то объектом, элемент справочника, документ, план видов характеристик, изменен и удален. Вот эту информацию накапливает каждый из узлов в плане обменов, и при выгрузке-загрузке он формирует XML-файл, содержащий всю эту информацию. Предположим, что первоначально происходит обмен данными из центральной базы. То есть центральная база в периферийную отправляет информацию о том, что же в ней поменялось. Переходит так называемый пакет данных. Мы можем сказать, что это пакет данных от центральной базы к периферийной, номер один. Когда данные приходят в периферийную базу? Периферийная база загружает эти данные, и при следующем обмене данных с центральной базой она формирует пакет, в котором хранятся, во-первых, сведения о том, что необходимо выгрузить, то есть, что пошло из периферийной базы в центральную. Плюс к этому формируется извещение о том, что из центральной базы пакет номер один был принят. Таким образом система понимает, что ага, данные до периферийной базы дошли. Если вдруг данные до периферийной базы не дошли, то есть пакет подтверждения не принят, то в следующий раз центральная база выгрузит данные эти же заново. То есть еще раз она их выгрузит, и они пойдут там в пакете уже во втором пакете, но там будут уже данные первого и второго пакета вместе взятые. То есть такой вот процесс, он будет идти. Благодаря такой технологии система контролирует, что данные все получены. Если необходимо реализовать обмен еще между какими-то данными, между базами, никаких сложностей в этом нет, сколько вам нужно узлов обмена, столько вы и сделаете. Только в технологии распределенных баз данных у вас всегда будет один центр и неограниченное количество периферийных баз. Технологии распределенных баз данных накладывает одно достаточно существенное ограничение. Все конфигурации в распределенных и центральной базе должны быть идентичны. Изменения конфигураций допускаются только в центральной базе. В распределенных базах изменения не допускаются. То есть вы не имеете возможности в распределенной базе, в какой-то периферийной базе, взять там, ну, не знаю, форму счета, того же перерисовать. Вам придется напрягать специалистов, которые работают в центральной базе, чтобы они это сделали. И при изменении данных в центральной базе, они при следующем обновлении уедут в периферийную информационную базу. Вот так вот это выглядит в теории. Давайте теперь посмотрим, как же это все выглядит на практике. На практике все, ну, очень просто. Если вы не хотите описывать какие-то мега сложные вещи, то вам достаточно просто создать объект плана обмена и создать вот эти самые базы распределенные. Как до них будет доезжать информация, это уже дело ваше. Вы можете реализовать обмен с помощью электронной почты, с помощью, там, VPN-соединения, каких-нибудь FTP-серверов, там, и так далее. То есть это абсолютно не важно. Система умеет просто выгрузить файл и загрузить файл, понять, что пришло, что ушло из системы. Так, ну, давайте посмотрим, попробуем это реализовать. В планах обмена я добавлю новый план обмена, который назову распределенка. Поставлю галочку распределенная база данных. Эта галочка включит механизм распределенных информационных баз. Без этой галки вам придется все описывать самостоятельно. С этой, слава богу, мы там предопределенным механизмом будем пользоваться. По кнопке состав вы можете указать, что в системе мигрирует между разными базами данных. Например, я хочу, чтобы у меня мигрировали все документы, приходные, расходные. Если я так оставлю, то кроме документов ничего переезжать между информационными базами не будет. Но согласитесь, что в документе есть еще куча реквизитов, которые тоже должны мигрировать между базами. И если я хочу, чтобы кроме этих документов еще все связанные данные у меня мигрировали, я должен в меню действия выбрать команду подобрать связанные для всех. Система спросит рекурсивно да. И вот все, что у меня указано в справочниках и в справочниках, у которых справочники указаны, все будет отмечено для миграции. Как вы только что обратили внимание, я надеюсь, вы увидели, что движение по регистрам не мигрирует. То есть документы у меня там будут передаваться, а движения по регистрам нет. Но в этом, в принципе, есть свои особенности, потому что движения по регистрам, они все-таки иногда строятся по данным учетной системы. Если вы хотите, чтобы они передавались в этом сложности нет, вы поставите галочку. Но вообще в базе данных какой-то периферийной, которая у вас там будет принимать значение, документы будут записаны и при желании, при вашем, они будут еще и проведены. То есть, в принципе, по данным учетной базы, той, в которую загрузка происходит, вы получите те самые документы и сформируете заново движение. Если же передавать движение по регистрам, которые уже существуют, существующее движение, то это, в принципе, будет такой довольно существенный объем данных, в котором, наверное, смысла нет, если у вас действительно данные мигрируют полностью. Тогда отличий в движениях по регистрам не будет, пускай в распределенной базе они лучше сформируются заново. С точки зрения производительности это будет не намного дольше, чем просто сформировать движение по описанной какой-то структуре. А вот с точки зрения обмена данными, ну, это на количество данных повлияет существенно. Итак, я только что указал, какие документы у меня мигрируют между разными базами данных. В плане обменных распределенка, где я тут нахожусь, секунду, под систему включим его предприятие, запустим систему и посмотрим, что такое план обмен с точки зрения уже именно пользователя. Ну, текущая база, как нетрудно догадаться, это центральная база. Вот она была создана в плане обменов, то есть распределенка, вот этот план обмена, это что-то очень похожее на справочник. Здесь я могу создать дополнительные узлы обмена и первый, который создается, это сам центр, то есть центральная база. Я даже укажу код CB, наименование, центр и сохраню значение. Могу создать здесь неограниченное количество распределенных баз, сколько мне душе угодно. Вот периферийную базу создал, вот она у меня записана. То есть, да, в базе данных вот эти вот удаленные базы выглядят просто как элементы некого справочника. Но при этом, при работе с этими элементами, я могу записать, прочитать изменения. Это и есть выгрузка-загрузка данных. Кроме того, я могу создать начальный образ подчиненного узла распределенной базы данных, что по факту является просто выгрузкой данных в неком формате, выгрузкой в DT-файл, который можно потом будет загрузить на удаленном компьютере. То есть, вот, например, если я хочу периферийную базу создать, я сейчас скажу, выберу команду создать начальный образ, система мне выгрузит все данные, которые по плану обмена могут у меня мигрировать между разными узлами, и спросит, какой путь я хочу указать для сохранения этой базы. Ну вот, собственно говоря, она и спрашивает меня. Вот, хочу сохранить этот файл с базой. Куда-нибудь его сейчас запишу, вот в темп запишу. Я его уже записал. Все, закрыть. Вот он у меня там сохранился, я теперь смогу его открыть, что-либо сделать. То же самое будет у меня, приблизительно такая же технология будет у меня в работе уже с самими данными. То есть, если я создам документ какой-то, или изменю существующий документ, или его скопирую, система узнает, что для распределенной базы у меня появился новый документ, который мне необходимо выгрузить. То есть, если я открою сейчас, после создания нового документа, периферийную базу, и скажу, записать изменения для периферийной базы, система меня спросит, куда хотите записать? Я хочу записать его. Опять давайте там в темп запишу папочку. Вот там сжимать сообщение. Давайте откроем, посмотрим, что там у нас сохранилось. Это XML файл. Это будет XML файл, содержащий, ну, по сути, всю информацию о мигрирующих объектах. В принципе, она читаема. Вы можете эти XML файлы либо создавать в сторонних системах, либо читать в сторонних системах. Тем самым, вот эта вот миграция данных между 1С предприятием и вашими собственными системами, она будет такой открытой. То есть, вы сможете это запасно реализовать. Ну, показывать загрузку-выгрузку не буду. Надеюсь, там и плюсы, и минусы, они нам очевидны. Плюсы какие? Ну, да, загрузка-выгрузка происходит в таком автоматическом более-менее формате. Есть проблемы, связанные с коллизиями, да, то есть, когда у вас, например, в разных базах вдруг раз и два пользователя, один документ изменил, а другой его удалил. Ну, что делать? Ну, вот эти коллизии, они не решаются никак. Их придется решать вам самостоятельно уже. То же самое, да, в двух разных базах создали документ с одинаковым номером. Что делать? Ну, для этих целей, наверное, лучше префиксы какие-то использовать, да, в нумеровании элементов баз данных и так далее. Вот. Но что делает сама система? Главное понять вот это. Сама система для каждого узла распределенной базы данных накапливает информацию о трех состояниях объектов. Создан, изменен, удален. И на основе этой информации вы можете обмениваться данными между разными информационными базами. Точка. Есть ли вопросы вот по этому механизму? Ну, механизм такой вот. Вот он такой вот есть. Надеюсь, что не очень он вам сложным покажется. Попробуйте там самостоятельно выгрузку, загрузку сделать. Я думаю, очень быстро разберетесь. Так, жду вопроса по этому механизму. Дальше к следующему приступаем. Последовательность обмена абсолютно любая. Вы можете в любой момент загрузить данные. Если будет новый файл загрузки, вы его получите. И если нет, система старые файлы будет просто-напросто игнорировать. То есть она их прочитает, но если номер принимаемого файла совпадет с тем, которым она уже принимала, то она его будет просто игнорировать. То есть вы можете сделать пять выгрузок, шесть загрузок последовательно. Система все равно произойдет обмен только один раз. Одна выгрузка, одна загрузка. Неважно, где сначала абсолютно. Главное, что все через центр идет. Пока в центре нет информации, периферийные узлы не получат эту информацию. То есть она просто не будет недоступна. Так, ну, вижу, больше вопросов по этой теме нет. Если попробуете, что-то не получится, напишите, будем разбираться вместе. Так, идем дальше. С распределенной базой данных мы немножечко так поговорили. Поговорим теперь про различные обновления и поставки конфигурации. Это довольно серьезная такая тема, потому что, ну, естественно, что мы с пустыми маленькими конфигурациями работаем очень мало. Как правило, при работе с конфигурацией мы используем типовую, потом ее каким-то образом меняем. Может быть, даже очень кардинально меняем. Но в любом случае у нас есть свои собственные изменения в конфигурации и некие изменения, пришедшие извне. Вот хотелось бы рассказать, каким же образом можно работать в таком режиме, да. То есть когда у нас какие-то изменения существуют и так далее. Разберем несколько сценариев такой работы. Первый сценарий. Предположим, что мы работаем в какой-то организации, которая самостоятельно написала конфигурацию для своих каких-то служб и IT-отдел ее обслуживает, эту самую конфигурацию. Как же происходит работа? Понятно, что мы можем реализовать работу точно так же, как мы работаем и сейчас. То есть у нас есть конфигурация, есть пользователи, которые с этой конфигурацией работают, и если мне что-то нужно делать, я им позвоню и скажу. Так, все быстренько выходим из базы, я сейчас буду ее обновлять. Но на действительно больших конфигурациях это неприемлемо. Ну, мягко говоря, неприемлемо. Это очень неудобно. Поэтому существует такое понятие, как тиражирование конфигурации, как поставка конфигурации. Так, наверное, даже будет более правильно ее назвать. Что это такое? Конфигурация, с которой работает пользователь. Это та конфигурация, которая получилась в результате вашей работы или работы вашей плюс того поставщика конфигурации, который ее изначально выпустил. Например, есть конфигурация фирмы 1С, вы какие-то обновления, настроечки там делаете. И вот для конечного пользователя вы будете являться поставщиком конфигурации. А для вас поставщиком конфигурации будет фирма 1С. Но для конечного пользователя все равно поставщиком будете вы, то есть какую-то конфигурацию, которую выпускаете вы, он будет воспринимать как именно ту, которая ему нужна. На живой базе никогда не производится, в принципе, работа даже по исправлению каких-то экстренных ошибок. Это неправильно. Живая база, она существует у клиента, она находится на поддержке с выключенной возможностью изменений объектов. То есть база, которая хранится у клиента, она именно та, которую вы в итоге выпустили, ну или фирма 1С в итоге выпустили. Вот давайте для начала разберемся с технологией выпуска конфигурации. Потом посмотрим, каким же образом можно ее обновлять там в одном виде, в другом виде и так далее. Если вы хотите стать для своего клиента поставщиком конфигурации, вам нужно сделать несколько нехитрых действий. Первый из которых это обозначить свою конфигурацию, дать ей имя и указать информацию о поставщике конфигурации. Вот я из нашей конфигурации сейчас делаю конфигурацию с названием «Часть первая». На закладке «Разработчик» «Разработка» я укажу название поставщика, версию. Версию вы можете нумеровать как вам угодно. И адрес каталога обновлений. Адрес каталога – это может быть либо HTTP какой-то каталог, либо FTP каталог, либо каталог в локальной сети предприятия. Это то, где по умолчанию платформа будет искать обновление этой конфигурации. Я сейчас каталог задавать не буду. После того, как вы это сделали, вы можете создать так называемую поставку конфигурации. С точки зрения поставки конфигурации, вы можете либо создать файлы поставки, это будет CF-файл, то есть файл самой конфигурации без данных, и CFU-файл. CFU-файл – это файл результата сравнения между новой конфигурацией и какими-то старыми релизами. Ну, в принципе, вот сейчас у меня старых вариантов нет, поэтому я могу создать только лишь первый файл CF. Вот он. Для удобства я укажу каталог файлов поставки. Вот там у меня будут записываться эти самые файлы. Вот сейчас файл CF у меня был выгружен. Ну, это как бы такие релизы конфигурации, которые вы можете делать самостоятельно, когда вам это удобно. Для вас, для истории это очень будет важно, потому что в дальнейшем на основе вот этих вот выгрузок, которые я только что сделал, сможете формировать файлы обновления, которые не позволят пользователю создать только лишь конфигурацию, то есть с нуля создать конфигурацию, а позволят только лишь обновиться. Но пользователю, естественно, в этот файл можете дать вот этот вот CF файл и сказать ему, ты открой конфигурацию, создай пустую базу в этой конфигурации, там, выбери меню администрирования, загрузить там и так далее. Да, в итоге это приведет к тому, что пользователь вам конфигурацию загрузит, но согласитесь, что, наверное, ну, мягко говоря, ему это будет не очень удобно. Поэтому можно создать так называемый комплект поставки. Комплект поставки это что такое? Это та же самая конфигурация, только упакованная в EXE файл, при запуске которого запускается мастер установки шаблонов конфигураций, которые мы можем с вами наблюдать при запуске самой программы. Вот мы сейчас увидим, что такое создать шаблон и как на основе него создать новую информационную базу. Значит, в шаблон я включаю типовую конфигурацию, текущую конфигурацию без данных для создания новой конфигурации и текущую базу с данными. Это у меня демо конфигурация получится. Так вот выглядит описание шаблона. Сейчас я создам комплект. С тема говорит, что надо сохранить вам комплект поставки. Сейчас мы его тоже в папочку поместим на диске C. Мы его в описании комплекта поместили. И теперь его же поместим, туда же поместим сам комплект. Ну вот, система у меня выгрузила сейчас конфигурацию. Можно даже закрыть уже конфигуратор. Вообще он с точки зрения разработчика больше не понадобится. После этого можно будет открыть непосредственно ту самую конфигурацию. То есть тот самый комплект, который у меня там записался. Сейчас я его найду. Вот у меня поставка, комплект. И видите, вот у меня два файлика. Файл setup.exe и файл. EFD. Это файл, в который упакована сама конфигурация, все данные. Или там при желании туда же можно упаковать мультики какие-то. Help и там подобное. В любом случае при создании, то есть при запуске setup.exe у нас запустится вот такой вот мастер установки конфигураций. Здесь тема спросит, куда мы устанавливаем конфигурацию. Запишет ее. И при следующем запуске конфигурации. Семерка с Windows. При следующем запуске конфигурации система при указании инструкции создать новую информационную базу будет нам предлагать создать базу из шаблона. И наш шаблон здесь будет. Вот она, часть первая демо. То есть вот шаблон сюда у нас подключился. И если я сейчас создам базу из этого шаблона. Сейчас копия производится. Вот создание базы. Система копирует данные из шаблона в эту базу, которую я указал. И я могу ее запустить. Будет то же самое у нас. Так как это демо база. Из того, что я только что делал в конфигураторе в основной нашей поставке. При запуске я увижу ту же самую конфигурацию. Все те же самые настройки. Рабочий стол и так далее. Чем же будет у нас отличаться эта конфигурация от того, что было? Конфигурация будет отличаться принципиально тем, что у нее будет указано состояние объектов поставки. Видите, в дереве метаданных у меня появились кубики. Ну это, наверное, так называемые коробки. Поставка. И замочки. А замочки обозначают, что смотреть мы можем сейчас вот эти вот самые объекты. То есть я могу открыть документ какой-то там, да. Форму документа могу открыть. Посмотреть эту форму документа могу. Но поменять ничего не могу. Вот мне недоступно. Я сейчас пытаюсь что-то набрать. И видите, ничего не происходит. Копировать, вставить. Вставить недоступно. Удалить нельзя. Ничего не могу сделать. Это о чем говорит? У клиента поставка конфигурации находится на поддержке. с выключенной возможностью изменений. Зачем нам это знать? Нам это знать очень важно. Если мы захотим что-либо обновить у клиента, нам достаточно будет выгрузить просто новую версию нашей конфигурации. Вот я сейчас покажу вам полностью автоматический процесс обновления конфигурации у клиента. Клиент я сворачиваю. Открываю наш старый конфигуратор, где у меня режим разработки. Предположим, я новый справочник какой-то сделал. и создаю новую версию свойствах конфигурации. Я говорю версия конфигурации. У меня теперь 1.1.1. И создаю комплект поставки. Сейчас мы сохраним конфигурацию. Создадим комплект поставки. Комплект у меня создался. Попробуем обновиться. С точки зрения пользователя, у которого есть конфигурация на поддержке, ему достаточно выучить команду поддержка, обновить конфигурацию. Далее. Где искать? Где-то он там укажет. По умолчанию будет путь включен, тот, который вы укажете. Далее. Он меня не обновляет. А, я же его не запустил, извините. Сейчас его установлю. Вот я получил как клиент этот шаблон, да, вот эту поставку. Установил его и теперь обновляюсь. Обновить конфигурацию. Далее. Далее. Вот видите, он выбрал мне первую версию. Готово. Еще пару подтверждений и все. От пользователя вообще ничего не требуется. Он мозг может выключить полностью. Обновление произошло. Новый справочник появился. Все на поддержке. Все изменения выключены. Чувствую, вопрос пошел какой-то. Я немножко перефразирую вопрос, который вы задали. Что необходимо сделать, чтобы пользователь получил файл обновления. Правильно я понимаю, да, вопрос? Чтобы обновил, да. Значит, пользователю можно дать либо файл обновления, который вы можете... Извините, никуда клипнул. Который вы можете создать через конфигурацию, поставка, создать файлы поставки, обновления. То есть у вас появится вот этот файлик, который можно использовать для обновления. Но в этом случае его придется указывать вручную, что это файл обновления я. Я сейчас покажу такое полуавтоматическое обновление, мы это увидим. Либо же вы создаете комплект поставки, пользователь его через .exe файл, там, setup.exe устанавливает, и тогда система еще создаст так называемый файл-манифест, в котором будет описано, что это за комплект поставки, с каких конфигураций на него можно обновиться. Тогда он полностью автоматически эту информацию получит, выбор просто команду конфигурации поддержки обновить конфигурацию. Это будет полностью автоматически. Да, конечно, можно cf-файл создать и еще файл-манифест написать вручную, потому что это, в принципе, просто текстовый файл, там ничего сложного нет. Тогда тоже можно будет установить автоматически. Динамическое обновление. Динамическое обновление производится только в том случае, если не требуется реструктуризация таблицы базы данных. Реструктуризация таблицы базы данных, если она нужна, то есть если вы новые реквизиты создали, объекты создали, в этом случае необходимо всех пользователей выгнать. То есть монопольно зайти, динамически не получится. Кроме того, при динамическом обновлении Очень часто есть случаи зависания старого кэша метаданных, когда после обновления пользователи не видят результат этого обновления. Поэтому имейте в виду, пользуйтесь этим осторожно, постоянно проверяем. Продолжение следует... Для этого существует так называемый пакетный запуск программы, то есть вы можете запускать программу с указанными ключами запуска. Но это нужно почитать в помощи, я наизусть просто не помню. Вы можете создать некий шедулер, который будет запускать 1С ночью, в 3-4 часа ночи, в режиме конфигуратор, который будет искать новый файл обновления. Если его находят, то им обновляет конфигурацию. А если у вас конфигурация с выключенными изменениями, возможности изменения, это реально, да, это можно сделать. То есть у вас будет раз в день просто обновляться конфигурация ночью и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну, самый красивый способ выглянуть пользователя и, наверное, прийти к ним с цветами и сказать, выйдите, пожалуйста, из базы. Вот, ну, более красивого я не знаю, честное слово. Да, сейчас мы разберем способ с полуавтоматическим обновлением. Я надеюсь, там будет понятно и плюс, и минус его. Платформа не позволяет автоматически выгнать пользователей. То есть вы должны будете либо с помощью сервера, уже самого сервера, один из предприятий выгонять, либо другими регламентированными средствами. Ну, красиво, как вот, подразумеваете, нет. Ну, напишите сами там какую-нибудь инструкцию, да, что появится сообщение, выйдите из базы. Ну, тогда вот это будет красиво, по-другому никак не получится. Так, давайте разберем ситуацию, когда у нас не совсем типовая конфигурация. То есть пользователь, например, увидел у вас в справочнике какой-то дикий проблем-ошибка. Проблем-ошибку он увидел, ее захотел поправить. Поправить ее в защищенном режиме он не может. Но в системе один из предприятий есть очень простая команда. Поддержка, настройка поддержки и кнопка включить возможность изменения. Эта кнопка разрешает вносить изменения в конфигурацию. Смотрите, у нас замочки пропали. Возникает тут вопрос. А зачем тогда нужны были замочки, если к ним подходит простой гвоздик, да? Это очень правильно, что вот замочки были. Когда вы их видите, вы абсолютно точно уверены, что у вас изменений в конфигурации не было. В этом случае система не проверяет, что изменено в конфигурации. Да, просто обновляет и все. Вот сейчас, когда у нас конфигурация на поддержке, об этом свидетельствуют эти кубики, но возможность изменения включена. Система сейчас будет не только просто обновлять конфигурацию, она будет при каждом изменении объектов запоминать, какие объекты изменены. И сейчас в конфигурации есть как бы два файла метаданных. Первый файл поставщика, то есть тот, который с замочками изначально был. И второй файл текущий, тот, который сейчас стал. При любом изменении система будет сначала сравнивать конфигурацию поставщика и конфигурацию разработчика. На результат этих изменений наложится файл обновления, который приехал. И если что-то разработчик менял, что было реализовано поставщиком, то автоматически обновления применяться к измененным объектам не будут. Вот смотрите, в справочнике номер 1 я, например, поменяю длину кода. Сделаю ее 8. Сохраню конфигурацию. А в моей оригинальной конфигурации добавлю еще один справочник. Пускай у меня здесь будет справочник 2. Сохраним конфигурацию базы данных. И создадим комплект поставки. Да, версию я не поменял. Это, наверное, не очень хорошо. Сейчас я версию поменяю. Итак, комплект установим. Кхе-кхе-кхе. И попробуем обновиться с точки зрения пользователя. То есть, вот он там что-то менял. Теперь он пытается обновить конфигурацию. Мы выбираем поиск доступных обновлений. Все тот же путь указываем. Система нашла обновление. Готово. Система говорит, вот, была версия такая, стала такая, окей. Но теперь автоматического обновления у нас не происходит. Почему? Система нам показывает сравнение объектов. По умолчанию в сравнении объектов объекты, измененные разработчиком по сравнению с поставщиком, отмечены, точнее, не отмечены галкой. То есть, видите, автоматически система сняла свойства изменения длины кода. То есть, она не будет его обновлять, потому что это сделал разработчик конфигурации, то есть, тот, кто работает с этой самой конфигурацией. То, что было у поставщика, теперь системе не важно. Если вы хотите вернуть, у вас есть такая возможность, поставьте галку, это будет возвращено. Новый объект, он вот пришел, вот справочник он добавился, обновление будет выполнено. Ну, это, как бы, сами понимаете, полуавтоматический способ. Система просто снимет галки с конфликтующих объектов, но вам придется включить мозг и подумать, что нужно обновлять, что не нужно. Полностью автоматического способа обновления измененных каких-то конфигураций не существует. Мне говорили, что есть какие-то способы, там, путем шестикратного, семикратного сравнения с разными приоритетами конфигураций, где все становится здорово, но это ерунда. Я вот несколько лет с этим работаю, уже больше 10 лет. Нет такого способа, поверьте мне. Придется всегда думать, что нужно обновлять, что нет. Вопрос, если хоть один объект в базе изменен, будет ли выходить окно объединения? Да, будет. Если вы включили возможность объединения, возможность изменения в конфигурации, то при обновлении всегда будет производиться сравнение, окно сравнения конфигурации будет у вас показываться. То есть это уже будет не автоматический способ обновления, а полуавтоматический. Даже если вы ничего не меняли, да, тоже будет появляться. То есть как только вы включили возможность изменения, такое окно будет появляться. Скажу даже больше, если вы включили возможность изменения, у вас база данных вырастет по объему, потому что внутри базы данных будет сохранена и конфигурация поставщика, и конфигурация разработчика. Если учесть то, что, например, типовая конфигурация DNS-бухгалтерии занимает плюс 300 МБ, то вот это простое включение возможности изменения увеличит вашу базу данных на 300 МБ. очень интересный вопрос. Есть ли разница именно обновить через объединение или просто загрузить через файл конфигурации? Понимаете, при объединении система вас хотя бы спросит, что ей сделать. А при загрузке она просто-напросто загрузит, ну и если повезет, у вас ничего там не слетит. У вас же могут быть идентификаторы, там поменяться, да, формы могут быть удалены. Если вы просто загрузите файл, то система заменит вашу конфигурацию тем, которой вы загружаете. А если вы будете объединять, то это будет симбиоз двух конфигураций, вы там можете галочками ответить, например, форма, оттуда заимствовать макеты, оттуда заимствовать, там, свойства объекта, оттуда заимствовать. То есть как бы объединение это плюс-плюс, да, то есть одно плюс-другое. А загрузить конфигурацию это замена. Так, ну с этим вроде разобрались, я надеюсь. Последний вариант. Когда полностью пользователь снимает конфигурацию с поддержки. Сделать это очень просто. Поддержка, настройка поддержки, снять с поддержки. Все, конфигурация забыла о том, откуда она приехала. Теперь любое объединение конфигураций через меню поддержка обновить конфигурацию работать не будет. Теперь любое объединение будет либо загрузить конфигурацию из файла, либо сравнить, объединить с конфигурацией из файла. Вы можете указывать любую абсолютную конфигурацию и самостоятельно галочками определять, что же будет загружено, в результате, в эту самую конфигурацию. Ну, показывать я это не буду. Там точно такая же картинка выглядит, какую мы уже видели. Вы можете поэкспериментировать там самостоятельно. Я думаю, с этим проблем там не возникнет. Хочу заметить следующее. Очень часто пытаются сделать следующее. Есть конфигурация, она закрыта от изменений, вы нашли критическую ошибку, вам бухгалтер говорит, ну надо поправить, ну надо. Естественно, вы не будете создавать какую-то копию конфигурации, чтобы с ней работать. Вы просто-напросто включите возможность изменения, внесете изменения в объект, через пару дней выйдет обновление фирмы 1С, а у вас уже конфигурация с включенными изменениями. Но то обновление, которое пришло от фирмы 1С, оно полностью соответствует тому, что вы ожидали, а не исправили эту ошибку. И вы хотите обратно поставить все на поддержку. Как это сделать? Единственный правильный способ. Обновиться через меню. Ну, либо поддержка, обновить конфигурацию, если у вас еще она на поддержке, либо сравнить, объединить с конфигурацией. Когда у вас конфигурация ваша в вашей базе и конфигурация фирмы 1С будет абсолютно идентична, тогда после того, как вы уже все сохраните там и гарантированно они у вас не меняются, вы можете выбрать команду «Загрузить конфигурацию из файла». В этом случае, так как они идентичны, система загрузит конфигурацию из файла и поставит маркер, что конфигурация на поддержке без возможности изменения. И это единственный способ так сделать. Второй технический способ так сделать, который абсолютно неправилен, и я об этом хочу вам рассказать, это сделать что? Сделать из своей конфигурации конфигурацию поставщика. Я два раза, не знаю, почему же мне так повезло, сталкивался с тем, что у моих клиентов системный администратор, после того, как он что-то там наковырял, решил обратно, как он сказал, замочки повесить. Замочки повесить это как? Это значит создать поставку конфигурации. То есть он просто-напросто создал комплект конфигурации, его установил, демо-базу поставил, замочки появились. Что произошло, когда замочки появились? Система для каждого объекта метаданных создала новый идентификатор. При обновлении система не по имени, там справочник, сотрудники, справочник, контрагенты ищут эти самые назначения. А делает что? Она по внутренним идентификаторам проверяет, есть, нет объекта. А когда вы создаете свой собственный комплект поставки, идентификаторы другие. И при обновлении, пришедшем от фирмы 1С, происходит следующее. Индентификаторов от фирмы 1С нет, значит записи удаляются. Индентификаторов ваших нет, значит записи удаляются. В итоге вы получите конфигурацию, в котором вроде справочники все есть, но они пустые. Поэтому так делать ни в коем случае нельзя. Я вот с каждой своей группой предупреждаю, я просто два раза с таким столкнулся, буквально за полгода, я не знаю уж, чем там руководствуются системные администраторы. Что поставить обратно замочки, комплект поставки делать не надо. Но, чтобы замочки поставить обратно надо, загрузить конфигурацию с файла, но только в том случае, если у вас действительно идентичные конфигурации. Так, вопросы жду, вопросы идут. «Если конфигурация на поддержке, мы можем сравнить и объединить конфигурации с файлом, или в этом случае лучше делать, или это лучше делать в том случае, когда конфигурация санята на поддержке? Нет, вы можете в любом случае это делать, и когда она у вас на поддержке, с включенной возможности изменения, и когда она у вас снята с поддержки. Но, просто в чем хорошо? Когда вы выбираете из меню «Поддержка обновить конфигурацию», вы добиваетесь точно того же, только система еще за вас производит предварительный отбор файлов конфигурации, и находит только те, которые, как бы, наследники той, которая была в оригинале. Вот и все. То есть, если у вас там есть один файл обновления, ну да, можно там не напрягать с тем, чтобы она его искала. Вы можете его и так выбрать. Описанные мною проблемы с идентификаторами никак не лечатся. Так делать нельзя, в принципе, и все. Индентификаторы никак не меняются. То есть, можно там, конечно, в 16-ричном редакторе открыть, что-то поделать, но, как вы понимаете, это уже из другой области, до этого нестандартного поведения системы. Так, ну что, с обновлениями вроде всего, с механизмами обновления поддержки. Я надеюсь, мы разобрались. Ну вот на этом вроде первая часть нашего курса должна и закончиться. Если есть любые вопросы по нашей части курса, я готов на них ответить. Не стесняйтесь, спешите. Попробуем сейчас на эту тему прообщаться. Вопросов, видать, нет. Ну, давай тогда, если будут вопросы, напишите в группах там Google, их все увидят, я на них отвечу, тогда будет максимально правильно. С понедельника мы с вами начинаем часть, которая посвящена механизмам бухгалтерии. Там мы будем, в принципе, заниматься несколько похожими вещами, но, естественно, будет все в контексте решения бухгалтерских задач, план счетов, там механизма признаков учета счета, механизмов признаков учета субконта и так далее. Такой будет у нас очень прикладной курс с точки зрения бухгалтерского учета. В понедельник будет занятие, да, я расписание сегодня вывешу, на следующей неделе мы будем заниматься в 7 часов, вот, это несколько раньше, чем мы занимались в последнее время. Так, ну что, есть ли вопросы ко мне еще? Так, ну что, иногда бывает, что конфигуратор на поддержке при выходе нового обновления пишет, что нет доступных обновлений. Ну, это лучше вам, наверное, Вадимесу уточнить, почему так происходит. Я могу сказать только, посоветовать только такую ситуацию. Если у вас конфигурация с включенной возможностью изменений, попробуйте сделать следующее. Вы выберите команду сравнить, объединить конфигурации с файла и в результате объединения снимите все галки и нажмите обновить. В этом случае система обновит конфигурацию поставщика и конфигурацию разработчика, но ничего менять не будет. Ну, как вот, в реальных данных. После этого еще раз попробуйте произвести обновление. Часто помогает. Но это из личного опыта, это вот. Такие вопросы лучше 1С адресовывать, чтобы таких проблем не было. То есть выбираете файл обновления, снимаете все галки, как будто бы ничего не хотите обновить, но нажимаете все равно кнопку обновить. И после этого уже обновляется реальная конфигурация. Так, ну что, давайте на этом тогда закончим сегодня. В следующий раз мы встретимся с вами в понедельник в 7 часов вечера. Расписание с ссылками на следующую неделю я обязательно нам выложу в выходные. Надеюсь, что я со всеми с вами встречусь. Я видел письма, кто хотел там продолжить обучение, только на первую часть записался. Я вам тоже ссылки обязательно предоставлю. Так, ну на этом все. Если вопросов ко мне нет, на этом сегодня мы закончим. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok